Лучшая компактная камера для путешествий и влогов в 2023-2024 годах. Свеженький DJI Osmo Pocket 3 или iPhone 15 Pro Max. Давайте посмотрим. DJI Pocket 3 имеет встроенный стабилизатор или гимбл. А еще у него довольно большая дюймовая матрица, которая значительно превышает размер основного сенсора на iPhone. Но у Apple тоже есть козыри в рукаве. Во-первых, они добавили Apple Lock, и во-вторых, у них большой выбор по фокусным расстояниям. Это камеры 0,5X, 1X, 2X и 5X. Плюс отличная стабилизация на видео, и все это делает iPhone реальным конкурентом. Сегодня протестируем эти две карманные камеры в хвост и в гриву, чтобы понять, какие плюсы и минусы есть у каждой из них. И разве есть способ протестировать эти камеры для влога и путешествий лучше, чем взять их в поездку в вашем отпуске? Поэтому я привез их в Дубай. Сразу характеристики DJI Pocket 3 покажу вам быстренько на экране, и пойдем уже сравнивать картинки. Начнем с фотографий. Скажем прямо, DJI Pocket 3 не заточен для того, чтобы использоваться как фотокамера. Там сенсор всего 9,4 мегапикселя, но давайте на всякий случай сравним и фотки. Pocket 3 может снимать и в JPEG, и в DNG, то есть в RAW формате, но мы сейчас сравниваем просто JPEG и сразу то, что мы получаем из камеры. А на iPhone 15 Pro Max у нас основная камера снимает по дефолту 24 мегапикселя, и разница в разрешении довольно сильная, как вы видите по этому примеру. Еще iPhone умеет снимать в 48 мегапикселей, и вот настолько высокая разница будет в разрешении. При этом даже камера 0.5x на iPhone с 12 мегапикселями выглядит и почище, и порезче, чем 10 мегапикселей на Pocket. Я вижу шум в небе, например, в картинке слева. DJI практически не применяет вычислительную фотографию, тогда как iPhone комбинирует сразу несколько фоток, улучшая и динамический диапазон, и резкость, и тон кожи, и все остальное. При желании из RAW окна DJI можно будет вытянуть что-то неплохое, но все-таки эта камера в первую очередь заточена под съемку видео. Ну и, друзья, я благодарю магазин Техноделус за то, что предоставили мне DJI Pocket 3 на обзор. Отличный магазин, там я покупал и свой iPhone 15 Pro Max, годовая гарантия от магазина также предоставляется, поэтому смело проходим по ссылочке в описании, заказываем все, что вам нужно. И переходим к самому интересному, это видеосъемка на два этих устройства. На iPhone я всегда снимал только с рук, то есть никакой дополнительной стабилизации там не было, только то, что iPhone умеет сам по себе. Начнем мы с 4K30 в нормальном цвете, то есть это то, как они снимают из коробки, не в логе, а просто стандартное приложение камера, стандартный цвет на DJI, смотрим на приближение, ну здесь чуть-чуть порезче, вижу, что материал выдает iPhone. Конечно, оба материала слегка перешарплены, есть и небольшой шум. Когда мы снимаем на 0.5х камеру, она становится шире, чем у DJI, то есть у DJI фокус на расстоянии, эквивалентное полному кадру, 20 мм, на iPhone 13 мм, все-таки ультраширик будет пошире. Но, соответственно, качество изображения здесь уже будет хуже, чем у DJI Pocket 3 на iPhone. Опять же, снимаем только пока что в стандартном цвете, со стандартными алгоритмами, с шарпом, шумодавом и всем остальным. Зато, когда мы снимаем на 2х камеру, или искусственно приближаем картинку на Pocket 3 на 2х, это максимум, который он может выдать, ближе уже никак, то картинка с iPhone выглядит лучше. Там сенсор на 48 мегапикселей, и, соответственно, мы получаем более резкое изображение. На DJI же у нас 9,4 мегапикселя. Зато на DJI мы можем настраивать резкость и шумоподавление прямо в камере. Вот три примера. Здесь не сильно видно разницу, но я для себя решил, что самым лучшим вариантом будет именно резкость на минус 2, а шумоподавление оставил на ноле. Теперь же смотрим на D-Log M. Это такой упрощенный вариант лога на DJI камерах, и на Apple Log. Оба варианта мы покрасили, и вот такую картинку получили. Мне нравится, как выглядит и та, и другая. Выглядит естественно, натурально. Что касается 0.5X камеры на iPhone, то и в Apple Log она тоже более шумная, менее детализированная, чем на DJI Pocket. И да, картинки по сравнению со стандартным цветом выглядят менее детализированными и контрастными, но это нормально. Я такую картинку предпочитаю. Если что, всегда можно контраст и шарп накинуть на посте. А вот 1X камера на iPhone у нас выдает уже результаты лучше. Больше детализации. Мне нравится. Есть легкий Muara Aliasing на iPhone, но он в принципе и на DJI тоже присутствует, так что картинки вполне сравнимы. Что касается 4K 60 кадров в секунду, да, обе камеры могут в D-Log M или в Apple Log снимать в 4K 60, либо через Block Magic Camera Apple, либо на внешний SSD этот умеет iPhone. Как вы видите, результаты по резкости и качеству изображения абсолютно идентичны 4K 30 кадров. А это хорошо. С умошечку можно спокойно снимать. И 0.5X 4K 60 выдает точно такое же качество, как и 0.5X 4K 30 кадров в секунду. Просто протестил этот момент тоже. Заодно давайте посмотрим на засветы. У iPhone у нас дурная слава насчет засветов. Вот эти яркие блики и зайчики очень отвлекают, особенно в вечернее время. Но при этом хочу отметить, что на DJI тоже засвет довольно сильный и много в нем цвета. Теперь по динамическому диапазону. Apple Log у нас более плоский цветовой профиль, чем D-Log M, но детали и в светлых участках, и в темных участках сохраняются довольно хорошо и на той, и на другой камере. Здесь мы снимали не на нативном ISO iPhone, а у него нативное 1250. Примерно мы снимали на минимальном 55. Как вы видите, детали в светлых участках хорошо сохраняются и там, и там. Даже может быть чуть-чуть лучше на iPhone. Но когда мы смотрим на приближение на тени, мы видим, что в iPhone все-таки тени шумят чуть-чуть больше. На iPhone я вижу легкие артефакты от искусственного шумоподавления. Да, оно есть даже в Apple Log в определенных количествах и детализация также в тенях хуже, чем на DJI Pocket 3. А вот так обе камеры выглядят в режиме влога или селфи, как хотите. 0.5X камера на iPhone, ультраширик и DJI Pocket 3. Вот такое Field of View, как говорится, вы получаете. То есть поле зрения. А сейчас мы переключились на 1X камеру. И она уже поплотнее, но при этом, на мой взгляд, тоже довольно спокойно можно использовать, если вы хотите поснимать себя любимого в режиме влога. А вот размытие заднего плана на 1X камере на iPhone даже больше, несмотря на то, что сенсор у iPhone поменьше. Тут фокусное расстояние играет свою роль. И теперь мы тестируем стабилизацию. Будем бегать с обеими камерами. Итак, DJI слева, iPhone справа. Снимаем на нативное приложение iPhone, то есть не в Blackmagic камере. И как вы видите, сама стабилизация очень неплохая и на iPhone, и на DJI, но на iPhone гораздо сложнее держать горизонт. То есть я бежал, действительно бежал своей ниндзя-походкой довольно быстро. И как вы видите, по стабилизации оба отрабатывают просто шикарно. Смотрим теперь на 1X камеру. Снова довольно быстро бегу. Вы видите на нижней картинке, как у меня все трясется на POV камере. Кстати, засвет довольно большой на DJI, вы его можете наблюдать. Но по качеству стабилизации, опять же, оба девайса отрабатывают отлично, в хороших условиях освещения. Смотрим ту же самую пробежку, только уже в 100% масштаба. И как вы видите, на iPhone чуть-чуть картинка менее плавная. Но на iPhone у нас же есть еще Action Mode режим, или спортивный режим, в котором разрешение падает до 2 и 8К, и можно нестись как сумасшедший сломя голову, и в нем картинка будет еще более стабильная, но менее резкая. Я его использую редко, потому что, собственно, обычной стабилизации хватает за глаза. А вот на DJI я обнаружил следующую проблему. Посмотрите в левый угол кадра на вот этот небоскреп, видите, как картинка подрагивает, дрожит. Я не знаю, что здесь. Это либо автофокус глючит, либо из-за того, что я не калибровал стабилизатор, либо из-за того, что я слишком быстро бегу, либо ветром его колышет. Но вот такой нюанс я заметил, и картинка постоянно имеет легкие подергивания. Я протестировал еще раз на следующий день, уже откалибровал стабилизатор и поставил не автофокус, а ручной фокус. И сделал еще одну пробежку, и те же самые результаты получил. То есть, если вы хотите прям быстро бегать с DJI Pocket 3, то ждите, что ваша картинка будет иметь эти легкие подергивания. Может быть, прошивкой поправят потом. И как вы видите, и на 1x камеру, и на 0.5x камеру стабилизация на iPhone просто прекрасна. Конечно, есть свои нюансы, и тоже есть легкие подергивания. Но учитывая, что у нас никакой дополнительной стабилизации нет, и все снимается с рук, это выглядит очень недурно. Посмотрим теперь на режим FPV. То есть, iPhone мы просто физически наклоняем, а на DJI мы включаем FPV режим. И вот такие результаты мы получаем на 0.5x камеру на iPhone, на ультраширик. По-моему, на ультраширик выглядит прикольнее, чем на 20 мм эквивалента на DJI. Ну, такой режим присутствует и там, и там. Выглядит, мне кажется, интересно. Экранчик на DJI у нас 2-дюймовый, и как же приятно его включать и поворачивать. А если хотите снимать вертикально, то лучше всего просто повернуть стабилизатор. Таким образом вы не теряете в разрешении. Есть еще режим 3К, который снимает вертикалку, но зачем, когда можно просто повернуть 100. Теперь поговорим про 4К 120 кадров в секунду на Pocket 3. В нем мы не можем использовать D-Log M, только в нормальном стандартном цвете, и это сразу будет замедленное видео. Выглядит оно очень-очень прикольно и приятно, хотя здесь у нас хорошие условия освещения, но вот по углам кадра шума очень много. Смотрите, что у нас в траве происходит. А это день, прям яркий день. То есть да, 4К 120 и есть, и использовать можно, только при очень хороших условиях освещения, лучше даже не в тени, иначе будет все плохо. Но зато это в два раза медленнее, чем 4К 60, который мы получаем на айфоне. Качество изображения в 4К 120, именно резкость, тоже неплохая. Она не отличается от той резкости, которую мы видели на 4К 30 или 4К 60 кадров в секунду. А вот на айфоне Full HD 120 кадров в секунду выглядит просто ужасно. Мы их никогда не используем. Лучше снимать 4К 60, пускай будет не такое медленное видео, но вы сами видите, что качество изображения Full HD 120 на айфоне в сломо-режиме просто какашка. Сейчас потестируем автофокус, и это еще один нюанс, который меня сильно смущает в DJI Pocket. Смотрите. Да, фокусируемся на руке хорошо, но когда я руку убираю, у нас происходит небольшой скачок на DJI. То есть смотрите, сфокусировался, перешел, раз, скачок. Сфокусировался, перешел, раз, скачок, дошел как бы до конца. Или когда вы снимаете на улице, вот люди мимо проходят, и у нас раз, фокус улетел. То есть он очень чувствительный, он сразу пытается схватить объект на переднем плане, и делает это слишком быстро. И это меня очень смущает. Надеюсь, опять же, прошивкой это можно будет поправить, но вот сейчас конкретно это очень отвлекает от изображения, то есть эти скачки автофокуса, ну, прямо скажем, не айс. На айфоне такого не происходит, к счастью. Еще на DJI Pocket 3 мы можем делать motion time-lapse, то есть программировать позицию камеры, задавать время и так далее. Картинка получается огонь, мне нравится. Это очень удобная функция. Да, в Blackmagic камере тоже есть функция таймлапса в 4К, или уже в дефолтной камере есть 1080p таймлапсы, но это не очень хороший вариант. И нет лого, по-моему, тоже. Но я здесь немного накосячил с настройками в Blackmagic камере, так что не серчайте. В общем, видно, что качество изображения топ, надо просто с настройками покопошиться, чтобы получить правильное количество кадров в секунду. И, друзья, как вы видите, у нас есть еще режим Active Track, который следит за мной. Сейчас я нахожусь прямо по середине, и неважно, насколько сильно я отхожу, он все равно за мной следит. Я вижу, как поворачивается голова подвеса, и я не могу его обмануть. То есть я даже, если подойду довольно высоко, он все равно меня будет тречить. И это очень полезная функция, которая поможет вам снимать самого себя любимого. Но есть и нюанс, что сам подвес не может поворачиваться на определенное количество градусов, то есть на 360 градусов походить у вас вокруг него не получится. Но функция приятная, приятная. Теперь давайте посмотрим на работу этих двух камер при искусственном освещении. Здесь у нас в торговом центре, и вот здесь на небольшом рынке. Вот как раз в этих условиях мы видим, что iPhone начинает уже себя чувствовать некомфортно. У нас есть двоение картинки, это артефакты стабилизации, есть и отражение сенсора не очень хорошее, засветы. То есть в таких условиях конечно DJI будет выдавать вам результаты гораздо лучше. И друзья, сейчас вы слышите DJI Pocket 3 и снимаем мы уже после заката солнца, заодно смотрим на то, как они себя ведут в лайте. И на iPhone мы пишемся на 1X камеру, также пишемся в микрофоны стандартного приложения, но мы можем в Blackmagic Pocket, нет, не Pocket, в Blackmagic Camera приложении мы можем выбрать направление микрофонов. В DJI Pocket 3 мы также можем выбрать направление микрофонов. Но сейчас все пишем по дефолту, потому что большинство с этим заморачиваться не будет. Также у DJI есть дополнительный комбо, комплект, в котором мы получаем дополнительный микрофон, DJI Pocket, нет, не Pocket, DJI Mic Mark II, и вот с ним уже звук будет получше. А сейчас я использую Road Wireless Pro как бэкап звук, и вы заодно можете послушать его в этих условиях. А еще мы сейчас будем вот на такой лодочке кататься по местной дубайской Венеции. Еще дополнительный комплект, именно Creator Combo от DJI дает вам батарейку, которая довольно большая и увесистая, но это будет дополнительное время работы. И еще там есть ультраширик, так называемый, он где-то 17 мм в полнокадровом эквиваленте вам даст. И, по-моему, там еще есть Mist Filter, но если что, фильтры дополнительные, в том числе и AMD фильтры, можно купить, в том числе и от Freewell. Есть такая контора, которая делает фильтры. У меня там запись идет, я надеюсь. Да, на айфоне. Ну вот такие у нас картинки, друзья. Напишите в комментариях, какая вам больше понравилась. Конечно, когда я навожу камеры на небо, скорее всего, я недоэкспонирован, но вот так должно, в принципе, выглядеть довольно неплохо. Что по звуку, что по картинке, пишем комменты. Посмотрим еще на вечерние или сразу после заката, или закатные даже кадры на DJI Pocket 3 у нас отличная картинка и на айфоне, в принципе, тоже. Птички вот здесь классно пролетели. Мы как раз катались на той самой лодке, про которую я говорил. И что на 0.5x камере, что на 1x камере на айфоне, картинка более чем достойная и вполне сравнимая с DJI Pocket 3. То есть даже когда солнце уже зашло, вы можете получать отличные результаты, что на DJI Pocket 3, что на айфон 15 Pro Max. Да, здесь я снимал, кстати, в автоэкспозиции, тоже можно посмотреть, как она отрабатывает. Но не забывайте, что на айфоне у нас еще есть 5x камера, и при желании мы можем снимать еще и вот такие штуки. А теперь Low Light. Итак, на DJI у нас ISO выставлено вручную на 1600, на айфоне вручную в Blackmagic камера на 2000, и я сразу могу сказать, что DJI начинает сильнее применять искусственное шумоподавление. Я это вижу абсолютно четко. На айфоне оно тоже применяется, но не в таких масштабах. То есть текстура лица, кожи лучше просматривается именно на айфоне. Но вот когда мы начинаем двигаться с камерами, особенно на 0.5x на айфоне, у нас происходит печаль и беда. То есть изображение начинает двоиться, все начинает скакать и прыгать. В общем, если хотите снимать ночью в движении на айфон, то всегда нужно использовать дополнительную стабилизацию, то есть гимбл, стабилизатор. И отражение сенсора на айфоне, конечно, тоже сильно печалят. То есть, когда добавляется движение, DJI начинает выигрывать. Вот в данном случае, кстати, ISO 800 всего было. По поводу отражений сенсора на айфоне. Вы видите, что сзади у нас много огней, фонарей, и они все начинают отражаться здесь вот на ковре, газоне. А на Покете мы видим, что у нас сильно замыливается изображение с помощью искусственного шумоподавления. Я его оставил по дефолту, можно было бы его чуть снизить. Но вы видите, что текстура волос, кожи, самого платья, она становится более мыльной на DJI. Тут никуда не деться. Что касается автобаланса белого, то, на мой взгляд, здесь отработал лучше айфон. Это мы снимаем через стандартное приложение камера. Но вот отражения сенсора опять все портят. Когда же их уже поправят? Если мы снимаем на 0.5x камеру и подходим к какому-нибудь фонарику, который стоял здесь перед нашими моделями, то материал получается очень даже сносный. Теперь 4К 100 кадров в стандартном цвете на DJI Pocket 3. И да, 120 здесь не получилось. Там был жуткий фликер от фонарей. Но это куда медленнее, куда медленнее, чем на айфоне. А на айфоне у нас опять артефакты стабилизации и отражение сенсора повсюду. Хотя картинка выглядит недурно. Еще 100 кадров в секунду я протестировал на вот этих поющих фонтанах возле Дубай Мола. Как вы видите, получается прикольно. И еще на DJI Pocket 3 есть так называемый Low Light Mode или там ночной режим. Он поднимает довольно сильно значение ISO. Но вот как баланс белого отрабатывает, мне не нравится. И в принципе шумов довольно много. Я бы сказал, что можно было бы получше здесь провести работу DJI. Ну, опять же, такой режим есть. Если он вам нужен, то хорошо. Если же мы на айфоне в 4K30 в стандартном цвете, не в логе, начнем снимать. У нас начнется лютый бендинг. И вообще баланс белого сказал до свидания. То есть стандартный цвет, стандартное приложение камеры отрабатывает не очень. А вот это Apple Log уже. Тоже на айфон. То есть все то же самое. Просто сняли в Apple Log и покрасили. И против того, что айфон сам себе там напридумывал. В Apple Log выглядит в разы лучше. Здесь, конечно, экспозицию он пытается задрать. То есть поднять общую экспозицию. Шумок начинает лезть. Но в целом гораздо лучше картинка в Apple Log ночью. Просто в разы. Тоже поснимал фонтаны и на DJI Pocket 3 в 30 кадров в секунду. Посмотрите, какая картинка. По-моему, выглядит замечательно. В D-Lock M тоже все покрасил. Отличные кадры. И на айфон 15 Pro Max, на 1x камеру тоже выглядит очень достойно. На мой взгляд, вполне сравнимо. Конечно, это в разные дни снято было. Ну, ничего страшного. Но я думаю, даже на 0.5x на айфоне у нас картинка вполне рабочая. За исключением уж совсем темных участков. Плюс с айфоном мы поднялись на Budge Halifu. Вот здесь парочка кадров вам с Budge Halifu на 1x камеру. Уж совсем ночью. Тоже выглядит хорошо. И вот нос к носу я снял два кадра. DJI любит занижать экспозицию. Это хорошо. Мне нравится, что он автоматически снижает экспозицию. По крайней мере, пытается. И картинка выглядит очень-очень достойно. Что на 1x камеру... Ну, на 0.5x камеру уже, конечно, не так красиво. Но у DJI Budge Halifu целиком не влезла в кадр. А вот на 0.5x влезла. Так что тут надо смотреть, что вам важнее. В общем, ночью снимать что на одну камеру, что на другую в логе вполне резонно. Пара фотографий на 0.5x среднее качество. На 1x вполне приемлемое. Кроме отражений сенсора на айфоне. Их можно потом почистить. Ну и селфи на 1x камеру тоже лучше на айфоне. В принципе, как вы в дневных условиях, так и в ночных на DJI фоткать сомнительное удовольствие, на мой взгляд. Что касается живучести батареи, на DJI Pocket 3 это где-то 2 часа активных съемок. На мой взгляд, это не очень много. И, конечно, если вы берете комбо-комплект, то дополнительную ручку лучше использовать. Перегрева или так называемого дисплей-димминга я не заметил на DJI. На айфоне дисплей-димминг был. Он присутствовал. Но даже с диммингом он все равно ярче, чем экранчик DJI. И наблюдать картинку, вообще кадрировать картинку куда удобнее через айфон. Это и так понятно, я надеюсь. DJI весит 180 граммов, айфон 220. Но помните, что у DJI еще есть чехол и дополнительная ручка и батарейная ручка. В общем, в итоге получается, что DJI становится более громоздким и более тяжелым. Как это ни странно. Еще у DJI Pocket 3 есть отличное приложение DJI MIMO, которое можно соединить с вашим телефоном и управлять с телефона или кадрировать картинку, активировать активтрек и так далее. Ну а по стоимости DJI практически в два раза дешевле даже с комбо-комплектом. А еще я тут подумал, скорее всего DJI выпустит что-нибудь вроде гибрида Osmo Pocket и с верхушкой от, скажем, DJI Mavic 3 Pro, в котором будет микро 4 третьих матрица на основном сенсоре и еще два телевичка. Или, допустим, ультраширик и телевик. И стоит это будет, скажем, 1000 баксов. Вот это будет интересный девайс, который можно вполне себе использовать и в профессиональных съемках. Как думаете, стоит нам ожидать такой девайс от DJI? Ну, конечно, он уже будет не совсем карманный, такой себе большой Покет. Очень большой Покет должен быть у вас, чтобы такое влезло в карман. Подытожим. Оба устройства дают вам отличное качество изображения и более чем подходят для съемки влога или путешествия. На DJI Pocket 3 действительно заниматься влогерством, как говорится, удобнее, потому что вы себя просто можете видеть. И я даже не говорю про использование селфи-камеры на айфоне для этой задачи. Нет, спасибо. Зато у 15 Pro Max гораздо шире выбор фокусных расстояний, а это важно лично для меня. И по качеству изображения эти две камеры очень близки, как вы видели из моих тестов, особенно в хороших условиях освещения. Я очень надеюсь, что DJI поработают с автофокусом и добавят настройки чувствительности и скорости автофокуса в будущей прошивке. Поэтому, если вы планируете снимать в Apple Log или фотографии для вас тоже очень важный пункт, то iPhone 15 Pro Max выглядит интереснее. Но если вы в поисках именно камеры для влога или блога, чтобы снимать себя любимого и немножко того, что происходит вокруг, а ваш телефон, соответственно, использовать просто как телефон, экономя батарею, то DJI Pocket 3 очень достойный выбор. Друзья, а что бы вы предпочли из этих двух вариантов? Напишите свои мысли в комментариях. Если ролик вам понравился, обязательно жмите лайк, подписку и колокольчик. Ну а если хотите посмотреть сравнение DJI Pocket 2 против iPhone 13 Pro Max в прекрасном Марокко, то смотрите следующий видос. Пока. Берегите себя. Берегите себя.